Да, доброго времени суток, уважаемые любители шахмата. И с вами традиционная рубрика шахматного феникса, шахматный камбэк. И сегодня я на законных основаниях объявляю войну коням соперника. Пока ты своему коню объявил. Так, ну вот моя задача, я делаю все, чтобы их унизить. Хорошо, одного ты съешь. Как ты будешь забирать второго? Ну соперник же не знает о том, что я собираюсь кого-то съесть. Надо было догадываться. По твоим маневрам. Так. Только вот конь БД7, не ходи, я тебя прошу. Потому что в предыдущей партии прошла жертва фигня, но в этой боюшка нет. Нет, нет, конь Ж8, конь Ж8 с идеей в 6. Ага, хорошая замысел. Итак, я думаю, вы догадываетесь, почему мы объявляем войну коням. Ну, может быть, кто-то... Так, ну да, Ц6, видимо, надо играть. Все, конь уничтожен. Да, но жертвой другого. Одного-то нашего коня съели, так что я считаю... А вот смотри, Кирилл, такой вопрос. В принципе, с ЦСКА все понятно, да? А на шахматной доске Спартак это кто? Я думаю, что в этом сезоне на шахматной доске это парень на А8. То есть ладья? На А8. В этой позиции, да, А8? То есть ферзь. Да, в этой позиции, да. Хорошо. Ну, ты что, думаешь, как отдать еще одну ладью? Да. Ладью она не будет отдавать, вот пешку вполне. Ну, и имеется в виду, потом ладья Ф8 и поехали, да? Ладья Ж8, скорее. Компенсация тут вызывает некоторые сомнения, согласись. По-моему, вполне рабочая позиция. Рабочая, конечно. Все-таки мы... Ну, теперь нужно как-то коня на А4 привести и дать мат. Уже Король Ф7, А5, Ж5. Такая идея. Ну, может быть, Е5 пойти? Может быть. Полезно закрыть позицию все-таки. Ферзь на А8 теперь не очень рад таким изменениям. Но ничего, мы его переведем куда-нибудь. Итак, главный тренер Максима. Карера начинает вытаскивать спорта из болота. По-моему, это все-таки скорее Валера Карпин. Потому что его сейчас будут бить. Король Ф7. Как бы нам вытащить с А8 парня? Ну, смотри, сейчас хотел сказать, что он побьет. Ладья пройдет сюда, Ферзь на Ж8. Но план не удался. Наверное, надо брать, что ли, иконь Е3. Брать иконь Е3? Да. Ну, хорошо. Я согласен, не очень убедительный. Там боюсь, что у соперника найдется ресурс. Какой? Какой-нибудь. Ну, имеется в виду Ладья какая-нибудь, Ладья Е8. Е1? И потом Ферзь Д6. Ну да, Ладья Е1. Да сразу конь С2. Ну. Потом Ферзь Д6. Ну, Ладья будет Е1. Не очевидно. Ну. Так, ну, брать на Ж4 мы никого не будем пока, да? Я не знаю, можно взять. Пешка все-таки хорошая. Моя идея, Ладья Е5 попытаться организовать. Ладья Е5, Ферзь Е8. Не позволяю. Я бы что-то позволяю, да? Ну да, почему не? Ну, ничего не проходит, наверное, да? Ну, потому что там Ладья Е5. Ну, брать нельзя, мне С2 не нравится. Мы что-нибудь придумаем. На С2, Ферзь С2. Там нет отключения Ладья Е5? Ладья Е5, Ферзь Е4. Мы съедим Ферзя, но у него будет много материала слишком. Поэтому Ж5. Ж5. Вперед. Ослабляем все поля. Так, Молодей, 3 дают. Ферзя, надо подключить Ферзя. Ну, Ферзь Е8. Да, и Ферзей Четы. Чтобы он в центр доски вошел, как надо. Как Денис Лужаков сегодня входил в чужую площадь. Так, что это? Что это? Не знаю. Зачем мы отдали фигуру? Ну, Денис и Три. Ну, может, Ладья Е2 как-то? Зачем? Шаг, один шаг дать. Ну, давай Ладья Е1 и там посмотрим. Блин, после Ладья Е1 ничего не получается. Придется менять, видимо, нашего. Спартак придется менять. И что делать? Менять Спартака. И этот проигран он, нет? Ничего. Ну, может, и проигран объективно. Но когда нас это волновало? Да, но трюков мало и времени мало. Все будет хорошо. Вот смотри. Смотри и учись. Сейчас наша пешка Ф. Займить пойдет. Так, одну мы отъедем, да? Ну, все. Не завернуть. Главное снести флаг. Главное снести флаг. Это было гениально. Да, это позволило нам выиграть очень много времени. И побед. Ну, это недостойный камбэк, но... Нормально. Это рабочий камбэк. Примерно как Спартак в этом сезоне. Да. Всем спасибо за внимание.